Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы благодарны вам за то, что вы нашли время. Пришли сегодня на наш и ваш вечер памяти Владыке Антонио Сурожского. Убежден, что встреча будет интересной. В этой встрече мы выделяем три темы. Самая главная, основная – это память о Владыке. Среди гостей присутствует много людей, которые лично знали Владыку, общались с ним. Мы с радостью выслушаем всех и надеемся, когда будет время вопросов, когда спикеры скажут и ответят на вопросы, что люди, знающие Владыку, имевшие опыт общения с ним, расскажут нам об этом. Так вот, память о Владыке будет ключевой темой нашего сегодняшнего вечера. А другие две темы тесно связаны с книгами, которые вышли в нашем издательстве «Никея» совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антонио Сурожского. Первая книга «Бог дай или нет» – это беседы митрополита Антонио с Гольберком и Ласки, с людьми, настроенными антицерковно. Один из них был агностиком, а другой атеисткой. И эта книга представляет прекрасный образец диалога, культурного диалога, в котором собеседник уважает своего оппонента, диалога верующего с неверующим. Так вот, вторая тема нашей встречи будет темой культуры диалога, возможности проповеди Евангелия людям, которые изначально настроены не слушать эту проповедь, а противостоять ей. Значит, и третья тема, так как Владыка Антоний всегда уделял большое значение Евангелию, именно Евангелие от Марка, значение Священного Писания, значение Евангелия, как в жизни самого митрополита, и так же и сегодня в наших церковных реалиях. Вот те семена, которые посеял Владыка среди людей, с которыми он лично общался, и среди тех людей, которые никогда его не видели, но читали его беседы, его книги, те семена такого церковного миросозерцания, где на первом месте и во главе всего стоит Евангелие, какие возможности, какое будущее у них, и что с ними может произойти вот в наших сегодняшних реалиях. Итак, я хочу вам представить гостей, хотя большинство из них, даже все они не нуждаются в какой-либо презентации, но тем не менее, Елена Утинкова-Тихонова, художница, в ее доме на протяжении 10 лет, здесь, в России, в Москве, Владыка Антоний организовывал встречи с нашими соотечественниками, беседы. Елена Садовникова, неизменный член фонда духовного наследия, митрополита Антония Сурожского, кандидат биологических наук, Елена, 11 лет, была знакома с владыкой в Англии. Протерей Павел Великанов, главный редактор и руководитель портала «Богослов.ру», преподаватель Московской Духовной Академии, кандидат богословия. Протерей Отец Алексею Минский, публицист, телеведущий, наш постоянный неизменный автор и знакомый большинству московской православной христианской общественности. Александр Архангельский, писатель, публицист, публицист, литературный кристик, телеведущий. И Ксения Лученко, к сожалению, она задерживается. Мы надеемся, что с минуты на минуту она будет здесь. Ксения – кандидат филологических наук, журналист, публицист и большой специалист в сфере православных средств массовой информации. Итак, первое слово хотелось бы дать Елене Садовниковой с просьбой рассказать о деятельности фонда. Я думаю, что среди присутствующих есть люди, которые не совсем знакомы с ней, с деятельностью фонда. И очень бы хотелось услышать историю личного общения с владыкой Путидабрелина. Спасибо, Вадимир. Здравствуйте. Фонд митрополита Антония Сурожского существует как в Англии, так и в России. И первоначально он был образован в Англии, является правоприемником на всю интеллектуальную собственность. И мы работаем совместно, это два разных фонда, но мы работаем совместно в двух наших странах, в двух, так сказать, географических областях приложения миссии митрополита Антония в Англии, в которой он провел основное свое служение в течение 54 лет и России, которому принадлежало его сердце. Президентом фонда в Англии является отец Петр Скоррер, внук философа Семена Франка. А в Москве, вы наверняка все знаете, Елену Львовну Майданович, которая является неизменным редактором текстов Владыки, переводчиком. Фонд в России был образован в 2007 году, и первым действием фонда была организация международной конференции. Вот в сентябре прошла четвертая большая международная конференция, посвященная наследию митрополита Антония. Конференция – это слово такое очень торжественное. На самом деле мы собираемся на такие общие собрания, где обмениваемся опытом, вместе молимся, обсуждаем, чем-то делимся, и в частности делимся воспоминаниями о Владыке. Кроме того, конечно, хотелось бы, чтобы это были не просто воспоминания о какой-то прошедшей интересной встрече, полной эмоции, хотя действительно эти эмоции, конечно, присутствуют у каждого, кто когда-либо встречался, особенно лицом к лицу с митрополитом Антонием. Но мы стараемся жить, жить вместе, и, конечно, как Владыка бы хотел, не останавливаться на нем, а смотреть вперед, смотреть на начало и конец пути на Господа Иисуса Христа. Задачами фонда, вот такими практическими, материальными, является сбор текстов, аудиозаписей, бесед, видеозаписей, различных выступлений и различного исследовательского материала, которое относится к невероятно обширной деятельности митрополита Антония, в общем-то, практически очень известной только на очень небольшую часть, поскольку эта деятельность проходила в Англии и требует особенного исследования. Очень многие труды его не переведены. Большинство, я бы сказала, трудов остается непереведенными на английском, французском, немецком и, по-моему, даже на голландском языках, но не могу утверждать. Ну, наверное, вкратце все, что я хотела сказать, если будут какие-то вопросы относительно деятельности фонда, буду очень рада их услышать. Что касается личных встреч, вот меня попросили рассказать о личных встречах с кладыкой. Конечно, очень трудно вычленить что-то из того, что происходило за 11 лет. Вот мне посчастливилось жить в Англии, быть в приходе в ладыке и потом туда регулярно приезжать вот в последние 11 лет его жизни. И я так обрадовалась, думала, сейчас выберу какой-нибудь эпизод, только бы не первый, потому что обычно задают такой вопрос. Как вы в первый раз встретились с ладыкой? И уже мне приходилось рассказывать столько раз, что кажется, как будто уже все про это знают, и это неинтересно. Но когда я стала выбирать фрагменты, то поняла, что все время мысль возвращается именно к этой первой встрече, потому что в нее, вероятно, вмещаются все последующие 20 лет. Произошла она вот как раз очень подходящая к теме нашей беседы, потому что я приехала в Англию из Советского Союза, будучи не только некрещенной, но и убежденной, что в Бога я не верю. Переезд... Я работала научным сотрудником и приехала просто как обычный научный сотрудник, не по обмену, не в торгбредство, в общем, то есть вот как самостоятельно, как нормальный научный сотрудник, как оннулась в английскую среду, совершенно не имея контакта со своими соотечественниками или просто с русскоговорящими людьми. И, конечно, культурный шок был огромный. В какой-то момент ощущение было очень тяжелое, и попав в посольство, встретив там русскую девушку, в советское посольство, и встретив там девушку тоже из Советского Союза, мы, конечно, кинулись друг к другу навстречу и, значит, обсудили туземцев и пожаловались, что, в общем-то, невозможно даже русского слова где-то услышать. На что девушка сказала, ну как же, замечательную, культурную, художественную речь XIX века можно услышать в Русском православном соборе. Там некий старец проводит беседы по четвергам. Ну вот я и пошла послушать замечательную речь XIX века. И это произошло в четверг, в четверг по вечерам. Владыка проводил беседы в приходе, и я опоздала, поскольку работала. Беседы проводились в Ризнице. Это очень узенькая комната, в которой стояли вдоль стены стулья, и напротив них стоял обычный стол на алюминиевых ножках. За этим столом сидел пожилой, ну, священник, там, в общем, кто-то в подризнике, и проводил беседу. Все стулья вдоль стены были заняты. Единственный свободный стул был перед столом. Я постояла в дверях, было неудобно выситься, ничего не оставалось делать, как сесть прямо напротив митрополита Антония. Ну, и вы можете представить себе эффект. То есть все было вылито прямо вот лицом к лицу. Я не помню, сколько это продолжалось. Я не помню, о чем он говорил. Я помню только произведенное впечатление, которое назвать мне удалось много спустя. Раньше я этих слов не знала. Владыка говорил глаголы вечной жизни. То есть самое главное, что мне казалось, я искала все предыдущие 30 там с хвостиком лет. Ну, и после этого, конечно, я стала ходить на беседы. И в какой-то момент решилась, потому что я поняла, что это действительно самое главное. И подошла к нему как-то после беседы. Дыхание, естественно, сперло. Я не могла сообразить что-то сказать и брякнула. А с неверующими вы разговариваете? На что Владыка, кто его видел, представьте, сразу встрепенулся, оживился и сказал «да». И вот этот вот потрясающий момент, вы знаете, вот сейчас, вспоминая об этом, я также сопоставляясь с текстами Владыки, я как бы соотношусь с тем, что он пишет. Вот действительно его слово и его убеждение и то, как он действует, совпадает полностью. Владыка говорит о притчах и часто их сам употребляет, что зачастую опыт легко передать именно с таким типом рассказа, притча, которая в английском языке обозначается словом парабола. Парабола – это геометрическая фигура, вот себе, наверное, все представляют, с двумя центрами. Один центр, маленький, внизу, центр маленькой окружности, а второй уходит в бесконечность. И вот в его рассказах и в его жизни есть какой-то маленький сюжет, который понятен каждому. Вот в какой-то момент мне было понятно про хороший русский язык, а второй центр его рассказа лежал в бесконечности. И то же самое было вот при нашей встрече. Он практически ничего не сказал, он сказал только это «да». И потом спросил, а вы работаете? А вы можете прийти в шесть часов, вам это не рано? То есть он сразу признал во мне человека, не неверующего, не кого-то, а вот именно меня и то, что ему страшно, я интересно. И причем у меня может быть работа. И хотя он митрополит, то наши расписания могут не совпасть. Я работаю, не могу прийти. И вот эта встреча, конечно, и первая, и вторая, и, собственно, и все последующие остались навсегда. Спасибо. Спасибо, Елена. Отец Павел, можно попросить вас сказать несколько слов. Вы написали предисловие к книге, о которой мы говорили уже в начале «Бог да или нет». Как раз в этом предисловии вы подчеркнули значимость диалога и необходимость его культуры в нашей сегодняшней реальности. Не могли бы вы сказать, что вам кажется, что сегодня может актуализироваться из именно тех зерен, которые Владыка посадил, находясь и беседуя с людьми в Лондоне и приезжая сюда, в Россию? Вы как преподаватель Московской Духовной Академии, как священнослужитель. Спасибо. Спасибо большое, Владимир, за помощь, потому что я сейчас сидел, вдохновлялся и с ужасом думал, а что же я могу сказать, не знавший лично митрополита Антония, что я могу сказать об этом действительно удивительно редком для церковной жизни человеке. Наверное, сказать можно только одно, что феномен личности митрополита, он не тускнеет с годами, при том, что сегодня мы достаточно свободно свидетельствуем истину Христову, а наоборот становится все ярче и ярче. И вот, пытаясь ответить на вопрос, почему это происходит, у меня есть только один ответ, потому что в митрополите не было страха перед другими людьми. Он был достаточно вызревшей и духовно состоявшейся личностью, которая не боится преград, не боится противостояния и не боится того самого жесткого «нет», мы с вами не согласны, от которого слабого человека вводят в ступор. Вот его в ступор не вводило практически ничего. И когда я писал предисловие к этой книге, я почти на каком-то физическом уровне наслаждался этим неубиваемым уважением к своему собеседнику, которое просматривается в каждом его ответе сквозь всю книжку. Его невозможно было разочаровать в человеке, даже если этот человек либо нес почти полную ахинею, либо говорил вещи, совершенно непринимаемые христианским сознанием. И вот мне кажется, причина этой неубиваемости его любви, его открытости к человеку лежала в искренности. Прежде всего, в его искренности перед самим собой Богом. Вот эта тема, что если мы не можем быть до конца открытыми, до конца откровенными перед своей совестью, то лучше нам туда наверх не смотреть, она сквозит, идет красной нитью сквозь все повествование. Это совершенно удивительно. И более того, меня удивляет другое. То, что эта очевидная открытость митрополита Антония, с каждым годом она становится все более и более востребованной нашим церковным сообществом. Я думаю, что само творчество митрополита – это хорошая лакмусовая бумажка, хороший индикатор, насколько мы с вами живы и насколько нам есть еще над чем работать, нам есть к чему стремиться. И чем, я думаю, чем больше мы будем пытаться воспроизвести его опыт, тем больше мы будем убеждаться в том, что сила Христова благовестия вовсе не в хитроспретении слов, вовсе не в мастерстве говорить, а в очевидности истины. Вот тот человек, в котором есть эта очевидность истины, что бы он ни сказал, как бы он ни сказал, эта истина будет работать. Если эта истина для него самого, не то что сомнительна, но не является самым главным, не является ключевым содержанием всей его жизни, никакие красивые формы они не смогут эту истину сделать очевидной для другого. Пока останавливаюсь. Спасибо. Спасибо, отец Павел. Александр, можно сразу, обращаясь к вам за словом, задать два вопроса. Первый вопрос, учитывая то, что основа техник, о которых мы сегодня говорим, была заложена теле- и радиобеседами, и учитывая то, что вы работаете в средствах массовой информации, какие вы видите возможности для разговора о Христе вот в этом поле? И второй вопрос, учитывая то, что вы неизменный участник всех мероприятий, которые организовывает фонд духовного наследия митрополита Антония Сурожского, не могли бы вы сказать, что лично для вас, вашей духовно-христианской жизни, значит личность и образ митрополита Антония? Спасибо. Если можно, я начну со второго, он бесконечный укор моей совести. И это такой укор, который меня не прижимает к земле, а все-таки приподнимает чуть-чуть, все время. Ты падаешь, но тебя есть кому приподнять. И напомню, что ты все-таки падаешь. Я не знал лично Владыку, но я был... Но знаете, с другой стороны, чем реже видишь в реальности, тем больше и ярче помнишь каждую короткую встречу, даже на расстоянии. Я никогда не забуду... То есть мы знали про Владыку, мы читали передаваемые в машинописи, в ксероксе, книжки, подготовленные, прежде всего, конечно, Еленой Львовной. Но впервые я его увидел, когда он приехал в Москву и служил в хамовниках. И, понятное дело, толпа, понятное дело, ну, к чаше прошли все, кто пришел. И он каждому, причащая каждого, именно причащал, взглядывал глаза и прожигал этим взглядом насквозь. Когда он пишет в одной из книг, что мы не поверили бы, будучи взрослыми, в Бога, если бы не увидели отблеск вечной жизни в чьих бы то ни было глазах, вот в этих глазах был просто не то, что отблеск вечной жизни, а вечная жизнь смотрела на тебя этими глазами. И вот этот взгляд забыть невозможно, так же, как невозможно забыть проповедь. Это была проповедь на День всех святых. И когда он произнес твердо «И свет во тьме светит, эта тьма не объяла его», ты понимал, что вот действительно не объяла. И это была не проповедь, а это было утверждение, которое он лично познал. И этот огненный голос, так же, как этот огненный взгляд, не всегда со мной. Дальше это было тоже, я на службах его видел, когда он в Москве оказывался. И точно так же прожигает его слово «радийное», потому что вот было сказано, что он не боялся встречать человека как человека, а уже потом задавал вопрос, верующий или неверующий. Так же он не боялся ничего, ни технологий, ни… Ведь это вопросы пустые, о которых мы любим поговорить. Потому что, а что такое технологии? Да ничто. Вот они и есть, ими можно пользоваться, а можно не пользоваться. Можно во зло, а можно в радость. И он пользовался этими технологиями XX века в радость. Другое дело, возможно ли сегодня так… Ну тут два вопроса, где взять такого митрополита Антония, но есть и второй очень важный вопрос, а где взять такого агностика и такого атеиста. Это тоже очень серьезный вопрос. Если мы думаем, что деградация затронула только нашу среду, то мы ошибаемся. И такой диалог не знаю. Вот не знаю. Боюсь, что на сегодня почти невозможно себе это представить. Повторяю, по двум, может быть, взаимосвязанным причинам. Но, тем не менее, ведь никто нам не сказал, что мы будем жить всегда в одинаково плохих условиях. Условия всегда будут плохие, но по-разному. И вот это… Мы живем в других плохих условиях. Мы не сможем повторить ответ на те вызовы, какие были тогда, по той простой причине, что вызовы сегодня другие. Но мы можем знать, что есть люди, которые на эти вызовы ответили. И поэтому, когда придет пора отвечать на вопрос, почему мы не сделали, мы не сможем сказать, что это невозможно, что задачи не решаем. Потому что были люди, которые когда-то эти задачи решили. В то есть с двух сторон. С двух сторон. Это очень важно. Это нужно иметь людей, готовых слышать друг друга и видеть друг в друге, прежде всего, человека, а дальше смотреть, что в этом человеке заключено. И, несомненно, Владыка дал нам этот пример. Да, при этом ему тоже не на что было опереться. Он не мог опереться на дореволюционную традицию. В выстраивании этого диалога. Мы тоже не можем сказать, что ему было хорошо, потому что он был носителем такой традиции, которую мы вроде бы утратили, поэтому какой из нас спрос? Да не было такой традиции. Это все было надо отвечать здесь и сейчас, так, как не отвечали вчера и так, как не будут отвечать завтра. При этом отвечать изнутри вечности, а не изнутри дня сегодняшнего. Сиюминутный ответ с точки зрения вечности. И когда мы, с другой стороны, наблюдая за всем тем, что было, мы понимаем, что многое из неприятного сегодняшнего зарождалось уже тогда. И тот диалог в Троице-Сергиевой Лавре с семинаристами, о котором он рассказывает в одной из своих бесед, ведь это вот те самые семинаристы, которые потом уже перестали быть семинаристами. Владыки нет, а они есть. И одному из них он ответил почти жестоко, когда семинарист стал возмущаться рассуждениями владыки о недостойных священниках, что как можно говорить о недостойных священниках, если священник – это образ Божий, как икона, это икона Божия. Значит, он сказал, что… А что такое икона, если она не освящена, если она не связана со святостью? Это доска. Вот ты, – ответил он этому семинаристу, – доска. Вот. И с этими досками иногда приходится иметь дело. Слава Богу, что все не так печально, как кажется. Так вот, значит, я к чему веду речь? К тому, что задача на сегодняшний день выстраивания диалога нерешаемая, поэтому она должна быть решена. Решена она должна быть без малейшей попытки повторить. Во-первых, кто мы, чтобы пытаться повторить опыт владыки? А с другой стороны, время, в которое мы помещены, наверное, не случайно вот мы такие, какие есть, помещены вот в это время в то, какое есть. Значит, в этом времени нам придется искать другие ответы, посыпая как угодно голову пеплом, от этого толку никакого не будет. И, может быть, надо одному, может быть, действительно, к чему без конца учиться – это бесстрашию. То есть, вот, бесстрашию и самоконтролю. Нет, 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 любви, бесстрашию и самоконтролю. И если это будет, тогда в тех формах, какие даны нам сегодня, этот разговор все равно рано или поздно состоится. Потому что, ну да, мы дошли до края, когда нет ни митрополита, который готов говорить с атеистом и агностиком. Ну, нет, почти не осталось агностиков и атеистов, которые готовы с любовью говорить с митрополитом. Но ведь день сегодняшний тоже кончится. И надо продолжать работу почти безнадежную, почти не имеющую… Вот нам, вот здесь нам хорошо, да, нам повезло. Те, кто пришли сюда, они соприкоснулись уже с этим огнем так или иначе. А как дойти до тех, кто с этим огнем не соприкоснулся, если сами мы в себе этого огня не чувствуем? Это вопрос очень серьезный, но что делать? Ну, вот, значит, те искры, которые в нас случайным образом попали за неимением огня, должны быть переданы дальше. И все. Спасибо. Ксения, вот можно вам задать вопрос. Вот мы говорили о диалоге с атеистами, а не менее интересная тема – разговор со своими. Если мы переведем тему на средства массовой информации, скажем так, церковные в этой области, вы являетесь большим специалистом. Скажем так, есть ли востребованность, может быть, не слишком подходящее слово, но давайте назовем так, востребованность вот такому глубоко евангельскому ощущению церковному православию, которое было у владыки Антония. Или же все-таки, скажем, такое широко понимаемое православное восприятие, оно как-то более сегодня нужно вот такому, скажем, широкому православному обществу? Здравствуйте. Да, я сначала, наверное, тоже расскажу. У меня есть такое маленькое свое личное воспоминание владыки. Я разговаривала с ним подробно один раз, и это было уже в последний, ну, буквально за год до его смерти. У нас была назначена встреча с ним, и я с мужем, соответственно, спешили к нему на встречу. Но там не рассчитали время, там очень длинный переход со станции Найтсбридж подземной. И, в общем, мы опаздывали, ну, минут на 15, наверное. В общем, по английским меркам это просто какое-то катастрофическое опоздание, это было страшно. Вот, ну, бежали бегом, шел дождь, в общем, все как полагается, в Англии. И владыка сидел и нас ждал, причем ждал он так. Был, там, знаете, боковая дверь в Лондонском соборе, кто был, она стеклянная. И я вот помню, что моя первая встреча с владыкой во время богослужения такая личная, что я вижу человека, который на табуреточке, стеклянной дверью, которая катится капля дождя, сидит и всматривается проходящих мимо людей. Он ждал практически незнакомых людей в России, которые вот приехали брать у него интервью. И он сидел и ждал, потому что в соборе больше никого не было. И он... Ему надо было открыть нам дверь. Надо сказать, что к тому моменту я, в общем, была уже знакома с тем, как обычно архиереи встречают журналистов, которые приходят брать интервью. И, в общем, ну, как-то ожидаешь, что вот секретарь владыки проводят в приемную, говорят, посидите, подождите, пожалуйста, сейчас вот у него там посетители. Вот. Но это в лучшем случае так выглядит. Вот. Поэтому я... Вот эти глаза из-за стены дождя, которые... Его горящие глаза, которые оставались горящими, собственно, всю жизнь до смерти. И вот это вот... Ну, как он сидел на табуреточке и ждал, это, конечно, у меня вот такое воспоминание, которое всегда со мной. Это, ну, такое... Вот он в этом весь. Вот он ждал каждого, кто к нему шел. Вот. Что касается средств массовой информации. Ну, во-первых, мне кажется, что сегодня сложнее, чем... Я вот продолжаю то, что говорил Александр. Сегодняшним проповедникам сложнее, чем было владыке Антонио в том смысле, что информационный шум увеличился в разы. И люди гораздо более избалованы в смысле информации. У них гораздо больше выбора. Поэтому пробиться к человеку через средства массовой информации, вот к его сердцу, да, к его уму даже, гораздо сложнее, чем было тогда. Потому что тогда все-таки было телевидение, было радио, было какое-то ограниченное количество программ даже на Западе. Ну, в общем, было как-то все более понятно. И вот это слово, оно больше стоило. Да, из-за того, что слов было не так много. Каждый желающий не мог каждую секунду что-то публиковать, как это происходит сейчас. Поэтому в некотором смысле то семя, которое посеяно владыкой Антонием, оно сейчас нуждается в каком-то усиленном культивировании. То есть нужно идти куда-то дальше. Вот кто сейчас идет дальше, в общем, лицом к лицу лица не увидать. Это будет понятно уже через какое-то время, когда мы сможем посмотреть на сегодняшний день, ну, как на исторический этап. Мне кажется, что отец Алексей как раз продолжает, собственно, традицию владыки Антонием в том смысле, что это традиция устного слова. Владыка ведь ничего не писал. Все книги, которые изданы, это книги, изданные по материалам его устной речи. То есть то, что он говорил в храме, на телевидении, на радио, в беседах с людьми, в интервью какие-то, евангельские беседы в храме. Это все устное слово. То есть он не ученый. Это двухтомник его знаменитый, в котором собрано почти все, который носит название «труды». Но на самом деле это не труды в научном. То есть это богословие, но это живое богословие. Это не труды написанные. Мне редакторы, которые сталкивались с его текстами, иногда жаловали, что очень часто он неверно приписывал цитаты, например, святоотеческие. Он говорил по памяти. Конечно, мог перепутать одного святого отца с другим. Потом это все в процессе сверки доставлял некоторые хлопоты редакторам, потому что каждую цитату он был очень тщательно проверять, чтобы не было таких ляпов. Поэтому, мне кажется, эту устную традицию как раз отец Алексей несет примерно в том же стиле, который был заложен Владой Контонием, хотя контекст, конечно, абсолютно другой. Наверняка есть и другие такие проповедники. Что касается православных СМИ, это сложный вопрос. Потому что специфически православная аудитория действительно не всегда готова так воспринять Владыку Контонием, как его воспринимают люди более светские, скажем так. Хотя это слово я очень не люблю. Люди, которые не входят в православную субкультуру, скажем так. Потому что Владыка был довольно свободен, и вот эта свобода при столкновении с ней, она таких субкультурно-православных действительно иногда настораживает. Но в целом, конечно, сейчас, мне кажется, уже как-то привыкли к Владыке Антонио, в частности, благодаря тому, что очень многие священники его цитируют, в том числе и Самвона. Поэтому, мне кажется, сейчас этой проблемы такой уже не стоит, и аудитория как-то за последние десятилетия повзрослела, как-то стала более образованной. Поэтому, мне кажется, что таких проблем, они немножко искусственные, Владыка. Спасибо. Спасибо, Ксения. Действительно, вот складывается ощущение, что с каждым годом цитирование митрополита Антония в средствах массовой информации православных, оно растет. Это действительно ощутимо. Отец Алексей, вот вы издали книгу в нашем издательстве «Нике бесед» к Евангелию от Марка. Митрополит Антоний Евангелие от Марка выделял особенным образом. Он очень много говорил о том, что именно вот это Евангелие из четырех наиболее приспособлено для того, чтобы быть прочитанным таким вот современным человеком, в чем-то жестким, таким человеком, каким был сам Владыка, когда первый раз взял эту книгу в руки. Не могли бы вы сказать тоже, что значил для вас митрополит Антоний? Может быть, действительно, вот для той деятельности, о которой сказала Ксения, деятельность, которая действительно чем-то схожа с деятельностью Владыки, уж простите, если неудобно, на что мы проводим такие параллели. Мы благодарны за ответ. Мне, конечно, страшно приятно от этих параллелей, хотя понятно, что не более чем приятно, потому что это, конечно, то, что сделал Владыка Антоний для нашей церкви, вообще неспоставимо ни с одной деятельностью любого священника, даже вот за последние несколько десятилетий. Я лично никогда не видел Владыку Антонию, но слышал его очень часто и всегда искал вот эти радиопередачи на BBC, когда их еще страшно глушили. И надо сказать, что вот для меня личность Владыки Антония, несмотря на то, что я его никогда в жизни не видел и никогда с ним лично не общался, в общем, я всегда считаю его своим духовником в этом смысле. Я думаю, что так может сказать о себе очень многие священники, которые сегодня служат в России, которые многому и самому главному в своей священнической деятельности научились именно у Владыки Антония. Научились, во-первых, вот этой живой интонации его голоса, которая вот всегда слышима была и которая завораживала, и которая не давала тебе возможности вообще в этот момент ни на что другое отвлечься. Вот прочтение его Евангелия, им Евангелия самим, вот его проповеди, которые потом перепечатывались, которые до сих пор у меня так хранятся в самоздате, как самые дорогие книги, которые есть в моей библиотеке, вот, которые вдруг открыли смысл твоей жизни в церкви. Вот Владык Антоний действительно очень-очень-очень многому научил сегодняшнюю русскую православную церковь. Вот. И мне кажется, что сегодня, к сожалению, его гораздо меньше среди нас, чем он был тогда. Нам его гораздо больше не хватает сейчас, чем в те времена, когда церковь была еще не свободной, когда мы не могли издавать его книги, не могли вот фильмы его тиражировать и так далее. Я скажу, вот почему. Почему у меня такое ощущение? У меня сегодня был очень интересный опыт. Я, так как являюсь еще тележурналистом, телеведущим, к нам в православную циклопедию время от времени, раз в год, может быть, раз в несколько лет, приводят нового рукоположных архиереев для того, чтобы они проходили мастер-классы общения со СМИ. И я, как телеведущий, как журналист, должен немножечко учить их, как правильно общаться с камерой, как правильно формулировать ответы на вопросы и так далее, и тому подобное. И вот я в качестве блиц-опроса предложил всем епископам ответить на два вопроса. Ну, по-разному они сдавались в разный период нашего общения. Первый вопрос – что такое церковь? То есть, ну, так вот, церковь – это. А второй вопрос – в церкви главное… Я услышал очень много правильных ответов, очень много замечательных ответов. И все они абсолютно правильные. Но я не услышал одного ответа – что церковь – это семья, и что главное в церкви – это Христос. А я их ждал прежде всего. Именно эти два ответа ждал больше всего – что церковь – это это семья, и что главное в церкви – это Христос. Это вот именно два таких глубинных смысла, которые все время владыка Антоний пытался до всех донести. Главное, о чем он всегда говорил – о Христе и о церкви, как о месте любви, как о месте семьи, как о месте, где все со Христом соединены вечными связями любви. И поэтому я, конечно, очень рад, что вот эти книги выходят. Как можно больше сегодня нам надо говорить о владыке Антоний, как можно больше цитировать его слова, как можно больше все время говорить о том, о чем говорил он, потому что без него церковь не может развиваться, потому что он вложил в сегодняшнюю церковь самые главные основные понятия ее духовного роста. Вот что касается Евангелия от Марка, то тут трудно сосредоточить себя на каком-то одном из Евангелий, потому что владыка не выделял для себя вообще в жизни, что как Евангелие от Марка, как лучшие и важные Евангелия. Он просто говорил об этом как о своем главном воспоминании детства, как встрече со Христом. Я напомню, вот как он описывает, что как-то к ним пришел какой-то в школу законноучитель, по-моему, это был отец Сергей Булгаков тогда, который так нудно и скучно рассказывал о Христе, что юноша 15-летний решил проверить, действительно ли это так скучно, потому что ему вообще-то никакого интереса до Христа не было до этого вообще. И тогда он открыл Евангелие от Марка, потому что она самая коротенькая, и главки там самые коротенькие, его легче всего прочитать, просто от лени. И встретился со Христом через Евангелие. И когда мне издательство Никея предложило прокомментировать тоже Евангелие от Марка, я, конечно, вспомнил, прежде всего, вот этот эпизод из жизни Владыки Антония, потому что Евангелие сегодня в нашей Церкви совсем не всегда встреча со Христом. Сегодня Евангелие тоже не стоит на главном месте в жизни христианина. Сегодня, к сожалению, Евангелие – это не то, где человек может себя найти до конца. То есть не всегда это бывает, может быть, это и не всегда было в истории Церкви. Я не хочу обвинить сегодняшнюю Церковь, что она как-то специально ищет возможность не встретиться со Христом. Отнюдь нет. Но просто для Владыки Антония Евангелие, и всегда он это повторял во всех своих проповедях, разговорах, о том, что в Евангелии ты должен найти прежде всего себя, что Евангелие – это про тебя, что в Евангелии – это ты со Христом встречаешься, это тебе лично сегодня Господь говорит вот эти слова. Вот так Он говорил о Евангелии, и так Он меня научил, собственно говоря, смотреть на Евангелие. И таким образом я, в общем, попытался передать вот этот свой небольшой опыт встречи с Евангелием, другим людям через эти комментарии, не более того. Я еще раз хочу сказать, что Владыка Антоний – это такой замечательный духовник нашего священства. Он многими не принимается в среде священства из-за какой-то колоссальной внутренней свободы. Но именно эта свобода, именно эта свобода, которую он обладает, вот она, оказывается, есть способность любить, потому что именно через эту свободу Владыка Антоний постоянно пытается донести до всех одну и ту же мысль, что свобода и любовь, они друг без друга не существуют. И если Церковь хочет кого-то научить любить, если Церковь хочет сама научиться любви, то она должна в том числе не бояться быть свободной внутри себя. Ну, я не знаю, что еще сказать. Спасибо. Елена, ну, все-таки переходя к главной теме нашего вечера – воспоминания Владыки, вот не могли бы Вы рассказать о тех встречах, которые проходили в Вашем доме в Москве, как-то вот постараться, не знаю, если это возможно, но воссоздать для нас хотя бы отчасти ту вот эту удивительную атмосферу, которая, наверное, тогда царила вот в этих квартирах и в те годы. Спасибо. Ну, мне так повезло, что я видела Владыку на протяжении какого-то длительного периода времени, и первая встреча была, когда я была еще совсем, наверное, маленькая, я путаюсь в датах, произошла она на квартире у Ведерниковых, отца Николая Ведерникова, семьи священника, с которой мы дружили. И эта семья дружила с Владыкой. И Владыка, когда приезжал в Россию, приезжал он всегда ненадолго, по каким-то, ну, на соборы, по каким-то уважительным вызовам, он не мог приехать просто так. Он всегда оставлял в семье Ведерниковых свою Митру, потому что в Лондоне она была ему не нужна, вот такая парадная Митра. И мы всегда знали, что приехал Владыка, потому что, ну, Митру-то он точно заберет. И Ведерниковый, в общем, это был такой дом, который сразу открывал свои двери, если в Москве появлялся Владыка. И мы туда попали, в общем-то, на правах всех людей, которые туда тоже приходили. Ну, прихода, друзей, знакомых-знакомых. Я была еще маленькая, детей сажали спереди на первый ряд, ну, на подушке, потому что места не хватало, квартира была совершенно заполнена. Я, конечно, совершенно не слушала Владыку. Я просто на него смотрела. То есть, вот, мне кажется, все, кто встречал Владыку, всегда говорят о том, как он вообще смотрел на людей. То есть, вот, можно было на него сидеть и смотреть, потому что, вот, он чрезвычайно живо смотрел на всех сразу и на каждого. И вот мы, дети, так сидели и смотрели, и это было очень интересно. Он как-то так поеживался, у него болела спина, и что-то говорил, мы задавали вопросы, но, в общем, это можно было просто сидеть и смотреть. А потом Владыка вставал и шел к выходу. И я помню, как меня просто обожгло, когда он шел к выходу, то он каждого благословлял. Ну, меня там тоже, естественно, подтолкнули, вот еще ребенок какой-то. И он меня, когда благословлял, он так на меня посмотрел. Это вот был взгляд Владыки. Вот, когда он на тебя смотрел, он смотрел только на тебя. И это вот, это было страшно, потому что ты вот как бы, ты как-то так вот немел. И радостно, потому что все-таки на тебя так посмотрели, потому что никто другой просто так не смотрел. И наша семья с ним познакомилась, тоже очень неожиданно, был такой сбор, сидели также масса народа. И моя мама на правах всех задающих вопросов спросила Владыка, вот скажите, пожалуйста, я не понимаю, что такое троица? И вдруг Владыка так повернулся и говорит, вот знаете, как вас зовут? Она говорит, Екатерина, Катя, вот меня этот вопрос тоже очень волнует. Вот такой сложный вопрос. Вот вы не могли бы вот сделать одолжение и прийти завтра в гостиницу ко мне, и мы тогда на эту тему поговорим. И мои родители туда пошли, и вот как-то с этого момента началась дружба с Владыкой. То есть он каким-то образом неожиданно их принял, сказал, что он хочет к нам в гости. Вот, и на какое-то количество, лет 10, может быть, больше. Когда он приезжал в Россию, он всегда к нам приходил. Причем он приезжал, и мама начинала нервничать, потому что он просто звонил. Вот у него был собор, у него были встречи с митрополитами, раздавался звонок, и сразу, здрасте, я приехала. Это было всегда на «ты», как-то очень быстро, открыто и радостно. И дальше мы его встречали. Обычно Владыку нужно было забирать, и после какой-то официальной части это было очень характерно. Приезжал какой-то огромный карус, и всех вели обедать, видимо, у всех отцов. И все так торжественно выходили, и потом выпрыгивал такой худенький человек. Всегда было ощущение к Владыке, что он высокий, но когда ты вдруг его увидел, оказывалось, что он даже небольшого роста. И начинал оглядываться во все стороны. То есть все знали, куда идти, а Владыка не знал то, что он понимал, что его должны сейчас вот схватить и куда-то отвезти, куда он договорился. Но при этом, вот, Том, просто вот мне хочется вспомнить, что при том, что он очень рачительно отличался от, может быть, от архиереев, таких наших в то время, и всегда говорил, что он очень волнуется, потому что боится перепутать балет, вот, ну, как он называл, метрополитчий балет, я, говорит, обязательно куда-то не туда шагнул. То, тем не менее, вот, я просто, мне как-то еще запомнилось, после одного из соборов он вдруг нам сказал такую вещь. Вот, когда кончился собор, мы все пошли под благословение к Пимену. И я шел вместе со всеми. И ты знаешь, он всегда на «ты» разговаривал, вот никто ему не смотрел в глаза. Я один посмотрел. Ведь это же патриарх. Ведь его надо жалеть. Ведь какой на нем груз? О нем надо молиться. То есть, это вот отношение все равно чрезвычайно серьезное до самой последней минуты очень было характерно для Владыки. То есть, я думаю, что... Ну, собственно, не об этом разговоры. А так вот, если вспоминать о Владыке, очень... Ну, я уже давала какие-то интервью много раз, и тоже, в общем, буду повторяться, наверное. Но то, что вот хочется вспомнить. Например, ну, я росла, и в один из приходов Владыки в наш дом обычно вот строилось так, что была какая-то вот общая часть там, когда мы пытались его как-то накормить, но уже приходило огромное количество народа, и они уже стояли в коридоре, ну, знакомые и знакомые знакомых в комнате. Была общая беседа, и было время, которые вот как бы можно было поговорить с Владыкой один на один. То есть, Владыку сажали в комнате, и дальше дверь открывалась, и к Владыке запускали человека. И я знаю, что он очень многим помог как-то вот выжить, и даже в физическом, не только в духовном смысле. Просто происходили чудеса. Ну, и я на правах как бы ребенка хозяев тоже, конечно, всегда с Владыкой разговаривала. И вот к вопросу диалога, я помню, что я задала ему такой вопрос. Я тогда училась в институте, была такая вполне православная барышня, и, в общем, столкнулась с тем, что мир моих друзей, которых я очень люблю, и дружу с ними, и, в общем, они мне поверяют в свои тайны, абсолютно не совпадают с теми установками, которые как бы были, ну, такой аксиомой в моей жизни. Ну, как бы он вполне языческий. И я спросила у Владыки, говорю, как же вот мои друзья, вот они так вот живут, что же я должна их осуждать, они же вот мои друзья. И Владыка сказал такую вещь, он говорит, что, может быть, я скажу что-то неправильное, меня осудят, но я абсолютно уверена, что каждого Господь будет судить по его совести. И каждый твой друг, он будет отвечать по своей совести перед Богом. И это как бы не твое дело. А ты проверяй то, что с тобой происходит по своей. И не нарушай того, что ты точно знаешь, не надо нарушать. А вот другой будет отвечать по-другому. Ну, и еще, вот мне кажется, это вот такой вот важный момент в смысле диалога. И еще он сказал такую вещь, которая мне тоже очень как-то, ну, так помогала жить, что я задала ему такой вопрос, что вот искусство, оно требует служения, но ведь существует в мире еще масса вещей, которые тебя отвлекают и от этого служения, и получается такой как бы жизненный винегрет. И у меня был такой страх, что я где-то останусь между всеми делами. И он сказал, что самое важное в любом деле и в диалоге с человеком быть вот в ту минуту, где ты есть. Вот ты разговариваешь с этим человеком, вот быть с ним. Ты делаешь это дело, быть с этим делом. Ты кончил заниматься искусством, вышел на улицу, едешь в лифте, разговариваешь с родителями. Вот будь в том месте и с тем человеком, в котором ты находишься. И вот это вот умение владыки быть, вот мне кажется, это вообще основа его главного, уникальности его диалога. То есть вот он действительно был перед человеком и был сам в полной полноте. И еще он сказал тоже интересную вещь, что если ты быть, ты есть, то если ты действительно в этот момент, в этом месте, то Господь, говорит, дает тебе ответы. И тому человеку, с которым ты разговариваешь, у меня очень часто было, что мне приходят такие вещи, которые я бы сам бы никогда не сказал. Вот в этой как бы тишине. И сосредоточенности. И в работе тоже, говорит. Если ты вот с ней, с этой работой, то она и к тебе придет, ответы какие-то. Но вот что касается диалога, мне вот это вспоминается. Но еще, может быть, можно вспомнить такой момент, который я тоже, в общем, так уже вспоминаю всегда. Когда мы были... В какой-то момент владыки запретили мы запретили ходить на квартиры. И он позвонил и сказал, что мне вот, в общем, сказали, что в моем положении лучше этого не делать. И мы пришли к нему в гостиницу. Он всегда жил в Украине. И как всегда там стояли такие припоны из людей, которые не пускали, естественно, вообще никого уж, тем более к владыке в гостиницу. И он спустился. И таким счастливым образом мы вместе с ним только попали в его номер. Он был на каком-то огромном этаже. И в момент нашего разговора вдруг распахнулась дверь. И влетел такой маленький паренек. Он был совершенно взмыленный, красный. Потому что он, во-первых, преодолел всех милиционеров, которые стояли внизу. Потом он нашел этаж. Это вообще было какое-то чудо, как он туда попал. И он так открыл дверь, видит, что владыка с людьми. И говорит, владыка, Антоний, у меня только один вопрос, один. И владыка говорит, ну давай спрашивай. Он говорит, становиться мне священником или нет? Совершенно незнакомый человек. И владыка так ни минуты не думает. То есть у него даже не было такое вот замешательство. Он говорит, знаешь, вот если ты чувствуешь, что ты знаешь о Боге, что-то, что не знают другие, становись. Если не чувствуешь, подожди. И вот это вот тоже было... И он сказал, да, понятно, и закрыл двери. Мне очень интересна судьба этого человека. Может быть, он вполне уважаемый священник. Ну, в общем, вот я была свидетелем, например, вот такого момента. Ну, вот еще, что касается меня как художника, он, владыка, как-то очень вообще уважительно и внимательно носился к искусству. И он сказал, что поиск вообще правды, для него правды, и Бог это было одно и то же. Он может идти разными путями, по разным каналам, в зависимости от человека. Он говорит, ну вот, например, Лев Толстой был очень хорошим художником и очень средним богословом. И как художник, он намного ближе был к правде, чем как богослов. Ну, и как бы благословил меня этим заниматься, тем, что я знаю, и не читать богословских книжек, если я их не понимаю. Елена, спасибо большое. Друзья, я напоминаю тем, кто, может быть, не знает, что Елена Тинкова Тихонова художница. И, кстати, сейчас в Доме музея Гоголя проходит ее выставка до 17 ноября, да, Елена? Да, она будет по 17 ноября включительно там действовать. Дорогие друзья, ну, мы переходим к следующей части. Мы ждем ваших вопросов и очень просим, если в зале есть люди, имеющие опыт общения с владыкой, знакомые с ним, общавшиеся с ним, будем благодарны, если вы тоже расскажете о этом удивительном опыте. Лиза, микрофон, пожалуйста. Наверное, удобно было бы поднимать руки и задавать все. Спасибо. 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 Вы упомянули о честности, о честности, с которой, наверное, многие читали. Помните, он говорит о литургии, о литургии, когда он вышел на проповедь и говорит, со мной произошло ужасное, то есть не произошло то, что должно произойти с священником в алтаре, когда шла служба, и вот с этой честностью. И он говорил, что я готовился, я бы мог вам многое сказать, но не вправе, что происходят иногда страшные вещи во время службы литургии, и вот эта обнаженность. И еще мне хотелось бы сказать, что многие говорили о таком бесстрашии, о такой, что он такой, ну такой вот. Мне кажется, вот Елена Юрьевна, может быть, если я ошибаюсь, поправите. Общаясь с ладыкой, мне все-таки казалось, что внутри себя он очень хрупкий. Эта хрупкость вот какая-то наряду с такой, с какой-то очень высокой беззащитностью. И вот это трудно, может быть, трудно передать это словами, то есть это сочетание вот внутреннего там, то есть это как-то вот душой чувствуешь. Я не могу найти более подходящее слово, но я ощущала вот эту хрупкость. И однажды, то есть в ладыке, конечно, потрясающее чувство юмора, то есть много, действительно много можно рассказывать, но однажды у меня переполняли чувства, и я в ладыке говорю, «Владыка, я вас очень люблю, и я вас молюсь». Он так, «Да? Обо мне, о старом чудовище, и зачем ты время на меня тратишь, и за что меня любить?» И у меня было, то есть меня как будто кипятком ошпалили, то есть первое, о чем я подумала, что, поверьте, он видит всю меня, и вот мою такую греховность, которая, в общем-то, не позволяет, то есть я, наверное, недостойна о нем молиться, то есть я просто не в праве была вообще об этом ему говорить. И у меня просто вот покатились слезы, покатились слезы от этой, ну вот, а владыка, буквально на полшага отойдя, иди сюда, опнил так за плечи, и шепотом говорит, «Ты правда молишься?» И обо мне, я говорю, хвост, владыка, он молись, 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 конечно, мне так, так этого не хватает, мне это так нужно. И потом о любви, о любви, и вот здесь, мне кажется, ну тоже, мы забываем говорить о том, что вот эта свобода его внутренняя, но еще и уважение к каждому из нас, то есть уважение к личности, он ведь давал право тебе на ошибку, давал право тебе пройти вот этот путь, он мог тебя только подтолкнуть чуть-чуть, то есть он никогда, никогда не ломал человека, никогда не подчинял, и помните, вот вы говорили о священниках, помните, есть такая тоже беседа, «Берегите братья мои священники», когда он предостерегает и говорит, и что еще хотелось сказать о владыке, это много можно говорить, мне кажется, еще вот важно всегда помнить, те, кто знал и кто любит владыку, это ответственность, это ответственность, это чувство ответственности, и был период, когда меня очень огорчало, очень ранило, буквально уничтожало такое вот отношение священства в России к владыке, то есть это до слезы, до какого-то отчаяния, и была ситуация, когда я очень сильно проживаю это в Москве, я приехала и выплеснула это на владыку, я сказала, ну как же так, ну почему вас так не любят там, ну почему, как не смеют о вас вот так говорить, и знаете, вот именно в ту минуту, я потом ужаснулась своим словом, то есть вот в ту минуту я эту хрупкость увидела, в ту минуту я эту, не то, что беззащитность, а человека в нем увидела, да, то есть помимо того, что это митрополит, это вот такая личность, вот нечто такое было в нем в ту минуту, вот эта боль внутренняя в нем, и я быстро-быстро сказала, вы знаете, ну это единицы, других больше, и тогда он сказал, вообще нельзя так, ни с кем, с людьми нельзя так поступать, то есть это была конкретная ситуация, о конкретном храме в Москве, о конкретной ситуации, и что еще, простите, если долго говорю, Елена Юрьевна, помните, владыка, беседа о любви, очень актуально может для нас, как ни странно, он говорил о Сталине, и знаете, в каком ракурсе, о ненависти, о ненависти одного священника к Сталину, и меня очень поразило, что он говорил, что он станет, когда умер Сталин, как потрясла этого священника, его смерть, он говорил, я всю жизнь его ненавидел, и помните ответ владыки, что он перед судом Божьим, что найди в себе силы, молиться о нем, и вот эта глубина любви владыки, вот эта ответственность за каждого человека, вот простите, что спонтанно так. Друзья, есть еще вопросы? Лиза там. Здравствуйте. У меня есть вопрос к отцу Алексею по поводу свободы. Вы сказали, что нам в церкви сейчас не хватает свободы, я бы хотела спросить, как вы понимаете это слово, как вы понимаете это понятие, и как вы думаете, владыка понимал? Говоря о том, что в церкви не хватает свободы, я, конечно, не имею в виду внешнюю свободу, свободу законодательную, ее вполне достаточно для того, чтобы церковь сегодня свободно существовала, я говорю о той свободе, которой всегда, в принципе, не хватает человеку внутри себя, той свободе, которая каждому из нас дается как некое бремя ответственности и бремя свободного мышления. Дело в том, что действительно, человек, приходя в церковь, очень часто и очень быстро удовлетворяется совершенно готовыми формами, готовыми схемами, готовыми ответами и совершенно не пытается даже разобраться, насколько сегодня вот этот ответ, это слово, эта схема, эта традиция, это действие применимо к его личной жизни. И поэтому случается очень много такого недоразвитого в нас, как в христианах. Мы живем по таким каким-то сложившимся образцам, и нам кажется, что если в церкви вот это вот написано как некая икона, то выйти за рамок канона, вот так же иконописного или житийного канона, это значит, чуть ли не совершить предательство Христа, это значит, чуть ли не впасть в ересь, сделать что-то такое непоправимо ужасное для тебя, как для члена церкви. А оказывается, что свобода существует именно для того, чтобы человек умел находить ответы сам, но у Христа, потому что эти ответы существуют, и они существуют всегда для каждого конкретного человека у Бога, у церкви, у Евангелия. И если мы не будем их искать, мы все время будем жить в некой иллюзии, своего собственного христианства, в иллюзии своего собственного православия, в иллюзии своей церковности. Вот как-то Киркегор сказал такую фразу, он сказал, что я всю свою жизнь потратил, когда писал вот эти книги, но только на дно, чтобы лишить христиан иллюзии в том, что они христиане. Вот мы сегодня во многом живем в иллюзии того, что мы христиане. И именно потому, что нам не хватает вот этой внутренней свободы разобраться со своей собственной жизнью, разобраться с теми вещами, которые мучают нашу совесть, нашу душу, которые происходят в нашем обществе. Найти ответ у Христа, найти ответ у церкви, но не искать вот этих самых уже готовых шаблонных ответов. Знаете, что посоветуете батюшка? Книга, которая издается с миллионными тиражами. 1585 ответов священника на все вопросы. А в крайнем случае можно позвонить на Радонеж и задать этот вопрос отцу Дмитрию Смирнову и тоже получить ответ. Но вы понимаете, что это не значит, что отец Дмитрий Смирнов ответит неправильно. Это только значит одно, что отец Дмитрий Смирнов ответит в этот момент тому, кто его спросил, а не всей Русской Православной Церкви. И поэтому вот эта свобода, которую учил Владыка Антоний, она связана с большой неуверенностью тебя как христианина. Оно не дает тебе возможность все время чувствовать себя в таком абсолютно гарантированном пространстве спасения, пространстве Церкви, которая для тебя является надежным прикрытием. Наоборот, для Владыки Антоний Церковь – место страшно неспокойное, страшно тревожное, огромная такая область, где человек идет по воде. И вот этому, собственно говоря, Владыка Антоний и учил, чтобы мы не боялись ходить по воде, потому что идешь ты ко Христу, и только у него ищешься ответ. Поэтому, когда я говорю о свободе, которая действительно была во Владыке Антонии, которая пугала многих священников, и пугает до сих пор, которые, скорее всего, найдут в нем какое-то неправославие для себя, какую-то юридическую мысль, какую-то вот такую мысль, которая выходит за рамки общепринятых понятий. Ведь у Владыки много было своих частных богословских мнений, которые не совпадают с общей струей. Это не значит, что Владыка был во всем прав и никогда на этом не настаивал. Но так легко его через эту свободу обвинить в ересе, в неправославии, в экуменизме, в чем угодно. Но увидеть, что это свобода, и есть истинное православие, и есть настоящее христианство. Вот мне кажется, это задача сегодня для каждого человека. Быть свободным страшно, христианину особенно. Если я на все вопросы ответил, если на что-то не ответил, задайте, повторите какой-нибудь вопрос еще. Пожалуйста. Есть вопросы. Спасибо большое. Вы меня, пожалуйста, простите. Я в качестве стремительно деградирующего атеиста, если позволите, по меткам и совершенно вашему замечанию, я абсолютно признаю вашу правоту. Мы совместно деградируем. Да, параллельно. Очень это, да, в конце концов даже. Вы знаете, мой вопрос вам покажется, безусловно, плоским и примитивным, но я вот, как честно говоря, бьюсь над ним и не нахожу для себя никакого, к сожалению, внятного ответа. Подскажите, пожалуйста, вот перед нами лежит некоторое количество известных человечеству священных книг. Совсем на самом примитивном уровне ориентируясь на себя, скажем так. Скажите, пожалуйста, мы выбираем из них одну, абсолютизируем ее значение, верим в то, что там написано. Что нас заставляет это делать, кроме традиции, кроме того, что мы родились в христианской стране? Потому что у меня, честно говоря, есть некоторое подозрение, что родились бы мы с вами все, там чуть восточнее, чуть южнее, мы бы выбрали совершенно другую книгу. И, в общем, если вы позволите, в продолжении, опять же, вот если наша картина мира христианская, мы строим свою систему координат в соответствии с Новым Заветом прежде всего. Скажите, пожалуйста, в нашей картине мира миллиарды людей, последователей буддизма, иудаизма, и все их предки, миллиарды, миллиарды, опять же, мы должны думать, что они пребывают во мраке каких-то заблуждений, что вот кроме нас никто не владеет как некой истинной правды. Очень буду благодарна, если подскажете. Спасибо вам большое. Можно я начну, наверное, я только первую фразу. Мне в этом смысле проще, потому что ни в какой христианской... Мой прадед был священником, но связь была разорвана, и рос я в вполне атеистической семье, и в церковь приходил в вполне зрелом возрасте, и в каком-то 80-м году. И как раз я выбирал, и как и многие мои друзья, ну, как положено для нашего поколения, мы пошли, естественно, куда? Туда, где дальше всего. Проще всего иметь дело с тем, с кем ты не имел дело никогда, и не будешь иметь дело, потому что никаких противоречий нет, нет трений. Поэтому это, естественно, как сначала был Кришнамурти, потом... Да, ну, там целый ряд, потом более сложный. Это становится маловато. Это то, что китайский заводск называл восток-на-западе. Потом, когда ты чувствуешь... Да, ты начнешь пить хочется пить, пить хочется страшно. Ты начинаешь пить, и вдруг чувствуешь, что это дистиллированная вода. Вот начинаешь искать какую-нибудь дистиллированную. Тогда ближайший шаг к следующему. Ну, буддизм. Это более... Действительно, вещи... Ну, понятно, совершенно, это не восток-на-западе, а это глубокое религиозное уже учение, и именно проросшее, естественно, путем. И ты понимаешь, и ты чувствуешь глубину, и ты видишь Будду, да, ты видишь перед своим внутренним взором, ты начинаешь разговаривать, но ты понимаешь, что это вот ответы, которые могут быть, но они недостаточны. Тебе мало. Еще. Да, это как в псевдохарсонском анекдоте Лев Николаевич Толсович, он очень любил детей. Бывало, что полная горница набьется, яблоку негде упасть, а он кричит еще, еще. Вот тебе мало. И тогда ты начинаешь искать что-то еще. И вдруг ты понимаешь, что там есть... Вот почему христианство, да? Сначала христианство, не православие. Что вот есть религия, где примерно на те же вопросы даны чуть-чуть иные ответы. Ну, например, там не так важен вопрос о перерождениях, потому что это религия скоропостижного спасения. Мне просто не нужно про это думать, потому что у меня открыта дорога, вот описана дорога, ну, я либо про ней пройду, либо уж не пройду, но потом начинается там, может, какой-нибудь интересный, давай рискнем. Может, пройдем за один раз. А потом ты встречаешь людей, которые тебя берут за ручку уже... И ты не их нашел, они тебя нашли. Это встреча. И уже они тогда начинают тебя приводить куда-то. Вот я, слава богу, оказался в православном храме. Могло ли быть иначе? Ну, там оказался бы, не знаю. Я не хочу... Понимаете, это примерно как в моей молодости очень модно было думать на тему спасутся ли католики. Значит, когда-то, один подобный человек долго, мы мучились, богословские споры были серьезные. Пока не понимаешь, собственно говоря, ты про себя подумай немножко. И просто станет не до того. Мы должны дойти до той стадии, каком-то поиске, когда нам не то, что вот этот плохой ответ, а он... Мне не до него. Потому что у меня свой есть, да? Но это, опять же, прохождение. Но начаться все-таки, мне кажется, мы, опять же, знаете, в России очень любят начинать с конца. Например, спорить о вкусах. Это то, на чем спор заканчивается. У нас обычно с этого начинается. Но также примерно вот как... Сначала давайте Бог... Мы хотим встречи с Богом. Не говоря, вот какому учению. Мы хотим этого или мы не хотим? Если мы не хотим, то все остальное бесполезно, потому что какая разница? Если мы хотим, то все остальное пока рано, потому что давайте попробуем поискать этой встречи, этого свидания. Это жажда любви до появления объекта любви. И когда это есть, тогда вот начинается... Ну вот. По очереди немножко скажем. Такая замечательная появилась возможность диалога с атеистом. Это просто чудесно, мне кажется, сегодня. В продолжении темы книги Владыки Антония. И вот я в продолжении того, что сказал Саша по поводу того, действительно, отношения, вот миллиарды, миллионы людей, которые живут в других традициях. И на самом деле об этом невозможно не думать. Об этом думают все. Нормальные христиане. Потому что позволить себе какую-то мысль... как-то об этом нельзя, потому что либо они точно не спасаются, и тогда ты вздыхаешь, ну, не знаю, и ладно тогда. Либо если они спасаются, то как и почему, но все равно эта мысль приходит в голову. Но дело в том, что мы вообще-то мало чего вообще знаем о Боге вообще. И наша церковь, наше знание о Боге, наша вера не исчерпывает знание о Боге. Мы о Боге знаем вообще почти ничего не знаем. Мы знаем какие-то очень важные вещи, может быть, они важны, но это совсем не все, что мы о нем знаем. Вот. И даже церковь со всеми своей мудростью, со всеми своим богословием, со всеми своими догматами не исчерпывает знание о Боге. Вот. И здесь очень важно уметь тогда понимать, что такое есть вера в смысле доверия. Если я верю в Бога, не просто потому, что я представляю, что есть там что-то такое, некоторое, вот, а я верю в Бога, потому что я Ему доверяю, доверяю, потому что, вот, если я Ему не буду доверять, вот, то тогда понятно мои с Нимой отношения, это отношение доверия. Я могу и себя Ему доверить, не испугавшись. Но это может только в одном случае доверять Богу. И об этом я еще раз хочу вспомнить сегодня Кирки Гора, который говорит о том, что если Бог есть скажем, могущество или Бог есть разум или Бог есть, скажем, хитрость, то такого Бога очень трудно не понять и очень страшно не понять, потому что, если вдруг не понимаешь такого Бога, то все, тебе кирдык полный, тебя прихлопнет, потому что поступил, ни туда, ни так сделал, потому что вот все. Но если Бог есть любовь, то совсем не страшно такого Бога не понимать. И дальше он говорит, что если Бог не есть любовь везде, всегда и во всем, то тогда вообще нет никакого Бога. это на ваш второй вопрос. А по поводу того, какие священные книги, да, действительно, у каждого из нас, нашего поколения, по крайней мере, Евангелие отнюдь не была, может быть, первой книгой, которую он прочитал. И была Кришнамурти, и была Блаватская, и был Сюдзуки со своим джен-буддизмом, и все, что хотите, понимаете. Евангелие потом приходило каким-то таким странным достаточно образом, потому что в то время не было Евангелия под рукой в 70-е годы, в 70-е годы. Евангелие достать тогда была большая-большая проблема. И мне как-то вот досталось Евангелие, ну, на один день. И я эту книгу взял для себя со самым простым таким вот интересом. Ну, ни у кого не то, у меня есть. Это значит, при возможности в какой-то там тусовке я могу так, опа, и из Евангелия какую-нибудь фразочку такую, значит, пустить. И со мной произошла какая-то такая вещь, которая вот в свое время произошла с ладыкой Антонием. Надо сказать, здесь вот мы, вот я это все почувствовал именно так. Я когда прочел этот Евангелие, вдруг понял, что эту книгу никогда не мог придумать человек, потому что в этой книге все против человека написано. Человеку настолько невыгодна эта книга, Евангелие, настолько она ему не дает возможности жить спокойно, устраивает свою жизнь, быть благополучным, быть правым, по отношению к кому-то, что такую книгу человек написать не мог. Для меня это был самый главный аргумент, потому что если Евангелие не дает человеку иметь право на врага, какая-то священная книга не дает человеку право иметь на врага, то это явно человек такое не писал. Человек обязан иметь врагов, иначе как же он будет прав? А в Евангелии человек не имеет права иметь врагов и не может быть правым поэтому. И для меня было тогда, совершенно тогда, не сразу, конечно, далеко не сразу, эта мысль как-то во мне крутилась, 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 пока вдруг не рвется, бах, все понятно, значит, это не человек написал Сложно говорить после Александра, после отца Алексея, но я продолжил бы тему отца Алексея. На самом деле, вот когда я думал, что можно вам сказать, вопрос очень правильный. Для нас Евангелие ценно не потому, что это исключительная книга по каким-то причинам, а только потому, что через нее мы видим Христа. Вот Бог – это вообще проблема и для религиозного сознания, и для нерелигиозного сознания, просто как идея. Почему? Потому что Бог большой, я маленький. Я слабый, он сильный, он может меня стереть в порошок, он может меня отправить в ад, он может отправить в рай, он может все сделать так, как я не могу представить. В любом случае, он в меня не вмещается, как бы я ни пытался это вместить, точно так же, как мы не можем вместить понятие вечности, бесконечности и так далее. И в общем-то, любая религия – это попытка найти какой-то способ договориться с тем, кто является опасностью, кто по определению, простите меня, враг. Так вот, когда читаешь Евангелие, ты вдруг понимаешь, что в Евангелии Бог перестает быть врагом и становится другом. Мы через Христа входим в Бога, простите меня, может быть, это не очень богословски корректно, но мы имеем дерзновение к Богу только через Христа. И через Него Бог перестает быть для нас опасностью и врагом. Об этом говорит евангелист, об этом говорит апостол Павел, что во Христе мы примирились с Богом. И я могу поделиться своим личным впечатлением, я тоже был рожден совершенно вдалеке от какой бы то ни было религиозности семьи, и каждую субботу традиционно меня водили не на все ночные обедения, а на концерт симфонической музыки с завидной регулярностью. Вот, именно, причем интересно, она считалась именно в 5 часов вечера. Все было вот-вот совершенно нормально, полноценно. И продолжалось ну примерно так же там полтора-два часа. Так вот, моя первая встреча с Христом произошла именно через Евангелие. Я помню, это оранжевое Евангелие, которое появилось в достаточном количестве в наших храмах сразу после тысячелетия крещения Руси. Да, 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 мелким-мелким шрифтом, которое было предназначено для бесплатного распространения, ну доставалось, как правило, другими способами каждому в дом. Вот. И я начал читать это Евангелие причем в дороге, как-то между делом. И вот буквально с первых строчек, при том, что понимаешь, тут, ну, его читать невозможно. Это не нормальный образованный человек это читать не может. И вот ты пытаешься продержаться сквозь какие-то тернии, какие-то родословные, какие-то там совершенно другая ментальная, совершенно другой язык. И вдруг до тебя доходит. Слушайте, а это же я писал. До меня доходит, что это написано настолько из меня внутри самого. То есть это говорит о тех же самых ценностях, о которых ты вроде бы когда-то когда-то их чувствовал, когда-то ими жил и никому про них не рассказывал, но они твои. Это не чужие, это не навязанные извне какие-то представления о чем-то. Это твоя жизнь. И вот вдруг эти какие-то очень интимные ценности твоей жизни вдруг превращаются в текст. В текст часто противоречивый. Никто из нас не будет спорить с тем, что в Евангелии есть очевидные противоречия. Евангелисты с каждой со своей стороны все описывают совершенно по-другому. Но в этом, в этой противоречивости ты вдруг понимаешь, что есть некое лицо, есть некий лик реальный, существующий лик. И вот мне кажется, что если убрать Христа из священного Писания, то на самом деле никакой разницы нет, какому Богу мы будем молиться. Как только там появляется Христос, ты понимаешь, что он есть только в Евангелии. А в отношении вашего второго вопроса, мне кажется, лучше, чем Льюис в последней битве на этот вопрос не ответил. Вы помните этот просто потрясающий по своей глубине эпизод, когда воин, я забыл, как ее, богиня Таш, богиня Таш приходит в этот хлев, ожидает встретить эту Таш, которой он служил всю жизнь. И тут видит Аслана. И он в ужасе, он в шоке, говорит, ой, я несчастный с этим восточным колоритом, ой, зачем я всю жизнь свою прожил, ой, я же служил твоему врагу. И тут лев подходит ему, облизывает лоб и говорит, ты служил мне, ты просто не знал об этом. но тот и у того когнитивный диссонал говорит, как, ты и Таш это одно и то же. Тут лев рычит и говорит, нет, но тот, кто клянется именем Таш и держит эту клятву, ее именем, мной клянется и мне служит. А тот, кто лжет, прикрываясь моим именем, служит Таш. И вот мне кажется, это очень такой, на самом деле, глубокой евангельский, истинно-христианский подход в том, что блестяще эту мысль выразил Сковорода, Григорий Савиц, Сковорода, что истина Господня, небесовская, не может быть истины, принадлежащей демоническому миру. Если что-то истинно, в каком бы окружении, в какой бы оболочке, в каком бы контексте оно не находилось, если человек сможет пробуриться к самой истине, она приведет его к Богу. А вот удалось или нет, это на самом деле не наш суд. Никто из нас до этого не может догадаться, не может даже по каким-то косвенным причинам понять, дошел ли человек до истины, или для него истины стала та самая ложная оболочка, которой он служил, которой он жил. Если можно, я просто одну фразу у Владыки Антонина, у вас же вторая есть часть вопроса про то, вот есть такой набор, почему только это, а не то. У него есть рассуждение о том, воспоминание о том, как он, по-моему, был в Индии и пошел не в буддийский храм, а в нормальный языческий. Единственная великая языческая страна это Индия. И просидел там пять или шесть часов, наблюдая за тем, как вот эти языки, а вы знаете, бесконечные вот эти миллиардные роковые обезьяны, за тем, как молятся. И пишут, и говорит о том, что до него дошло, что и в этой молитве что-то открывается. Ну, образ у него такой, они у крошечного просверленного отверстия, да, и так трудятся, чтобы что-то увидеть, что может быть что-то и видят. Да, у нас открытое окно, а мы к нему не подходим. Но все-таки лучше, где открытый окно, все равно. вопрос к отцу Павлу, но, возможно, кто-то еще захочет на него ответить. Все-таки такие противоречивые некоторые высказывания прозвучали, и это понятно. вот митрополит Антоний ушел, а мы остались, да, и вы сказали так оптимистично, что церковь сейчас более открыта к восприятию его наследия. Вот вы такой человек особенный, вы все-таки возглавляете портал богослов, и в этой богословской среде вращаетесь, и в семинарской, и так далее. Как, по-вашему, вот богословие Владыки Антония, которое сейчас называют богословие встречи, оно как-то развивается или воспринимается ли, есть ли какие-то, ну, наверное, не ученики, но, по крайней мере, продолжатели, последователи богословской среде. Спасибо. Спасибо за чудесный вопрос, на который очень приятно отвечать. Вы знаете, на митрополита Антония, на все то, что он говорил, на то, как жила община в Лондоне из России смотрели, как на некий сон, как на некую романтическую дымку, которой, конечно же, здесь, в принципе, быть не может, потому что не может быть никогда. И во многом они были правы. И вот сегодня, когда у нас на богословии за один месяц вокруг документа проекта межсоборного присутствия о подготовке к святому причащению порядка восьми сотен комментариев, я понимаю, что этот сон как-то он уже перестает быть соном, становится яви. Когда мы можем совершенно свободно, не боясь, высказывать свои глубокие сомнения в том, что таинство причащения, таинство исповеди, они абсолютно должны быть связаны друг с другом и ни в коем образом не могут быть разделяться, мы знали, что у митрополита Антония именно такое видение, такой подход, но мы здесь предпочитали об этом громко молчать, потому что знали, в чем тебя обвинят, как только ты посмеешь что-то об этом сказать. И подобных вопросов, подобных тем на самом деле очень много. Мне кажется, сегодня каждый из нас является свидетелем очень сильной волны возрождения богословия не научного, а богословия жизни христианина. Я не помню, кто из сегодня выступавших сказал, но действительно верующий человек и вообще человек, который смотрит в сторону церкви, сегодня очень сильно изменился за эти последние 20-25 лет. он уже хочет задавать вопросы. Вот прозвучала фраза «Зачем мы читаем Евангелие?» Я поделюсь с вами небольшим шоком, который у меня буквально неделю тому назад произошел на моем приходе в Пятницком подворье Тройсергиевой Лавры после службы собрали небольшую общину, чай пьем. И вот меня вдруг с дуру захотелось задать вопрос к прихожанам. Вот как вы думаете, а зачем мы читаем Евангелие? Вообще, зачем нам надо Евангелие? И тут два пожилых прихожане, она пришедших в церковь достаточно давно, вдруг с искренним ужасом смотрят мне в глаза и говорят «Как зачем?» «Так нам же батюшка благословил». И вот тут у меня уже был шок. Мне нечего было ответить. Так вот это отношение к твоему месту в церкви, оно очень показательно. Сегодня, понимаете, мы смеемся над таким ответом, а ведь это на самом деле так. Сегодня мы хотим читать Евангелие для того, чтобы понять свое место в этом Евангелии, свое место в церкви, свое место рядом со Христом. Я думаю, что вот значимость митрополита Антони, то, что этот зал сейчас битком набит людьми, говорит о том, что богословие сейчас уходит из профессиональной области, где пока я затруднился бы сказать, что имеет место активное возрождение богословской науки. Оно переходит в народ, оно переходит в тело церкви, оно переходит в народ Божий, и это прекрасно, потому что следующим этапом будет кристаллизация тех самых смыслов, которые обсуждаются народом, которые перевариваются народом, которые проговариваются народом в богословские идеи, которые будут потом, естественно, становиться источником настоящего научного богословского возрождения. Я думаю так. И вот деятельность нашего портала, она показывает, что дискуссия, например, вокруг документа межсоборного присутствия о церковно-славянском языке, и та дискуссия, которая сегодня идет вокруг документа о подготовке к причащению, это две совершенно разные дискуссии. И по интенсивности, я бы сказал, в сотню раз более интенсивная, и по качеству самих комментариев, и что самое главное, по способности вести диалог между разными сторонами. До этого дискуссия сводилась примерно к следующему. Я православный, и я говорю так, ты понял? И точно такой же ответ был с той стороны. православный, да я тоже православный, но я умнее тебя, ты понял? И на этом разговор заканчивался. Сейчас мы видим, что все-таки уже есть какая-то небольшая брешь в этой самодостаточности православного человека. Он начинает так, немножко испуганно, конечно, с ужасом даже, чуть приоткрываться, смотри, слушайте, а может быть, я не самый православный, все-таки, может быть, еще православный, менее есть. Хотя бы гипотетическая возможность, она уже на самом деле дает очень мощный вброс очень сильно, дает сильный резонанс в саму дискуссию и позволяет говорить не просто выражая свои позиции, высказывая свое собственное мнение, а все-таки ожидая и предполагая, что может быть, другой тоже что-то скажет. Вот как-то так бы я ответил. А можно я отреагирую? А можно я отреагирую? Можно отреагировать? Вот буквально несколько слов. Значит, но, во-первых, то, что сейчас по поводу православных, хотел напомнить, что Владыка говорил, что православный это тот, посмотрите, прочитайте в Евангелии, кто является верующим, это тот, кто там может выпить ядовитое, исцелять больных, оживлять мертвых, ну и кто себя назовет верующим. А по поводу богословия митрополита Антония, вы знаете, меня немножечко, может быть, как представителя фонда и человека, работающего с архивом, немножко жалко, что действительно богословская наука отошла как бы на второй план, потому что богословский именно по концепции митрополита Антония и экклезиология, вот то, что отец Алексей говорил, определение церкви, знаменитое определение Владыки, которое он предлагает использовать в катехизисе, что церковь это богочеловеческое общество, в котором первый член церкви Господь Иисус Христос, действующая сила Святой Дух, и по приобщению и по усыновлению присутствует и отец, то есть троическое богословие. И также другие богословские аспекты, они, в общем-то, совершенно не изучаются. Вот у нас на конференции первый раз мы приблизились к теме богословия материи и апологии познания. И, конечно, было бы, может быть, действительно, это сейчас не тот этап, но было бы очень интересно рассмотреть именно эту сторону наследия митрополита Антония, которого мы привыкли в основном знать здесь, в России, как миссионера, как пастыря. Добрый вечер. Хочется поблагодарить за такой живой диалог, такое ощущение, что дух владыки, такой живой, который мы знаем по его книгам, вот здесь, среди нас, и вот в этой беседе сегодняшней. И мой вопрос заключается в том, что очень интересно узнать видение владыки на вопрос о Божьей воле в человеке и о человеке, как она работает вообще в человеке, потому что это, наверное, созвучно с тем, что сейчас говорил отец Павел, если не ошибаюсь, что вот есть какая-то такая глубинная ощущение в человеке, которая как бы никем не диктуется, в принципе, где-то там, даже не церковью, не батюшками, не людьми, оно какое-то такое глубинное и уверенное. А есть какие-то догмы, есть какие-то внешние нормы, вот на что ориентироваться в каких-то сложных вопросах жизни, которые несут какую-то такую огромную ответственность, и как эта Божья воля, как она проявляется, и как ее сохранить свободной от догм и как бы от взглядов, которые могут повлиять очень сильно на твою жизнь в каком, может быть, неправильном ключе. Спасибо. Я прошу прощения, я не могу ответить, сразу скажу на этот ответ, я не могу ответить на этот вопрос, исходя из трудов митрополита Антония, я думаю, кто-то другой лучше это сделает, но я могу поделиться каким-то личным опытом. У меня была ситуация, когда мне надо было сделать очень серьезный выбор, жизненный выбор, и я понял очень простую вещь. Выбор серьезный, выбор может быть роковой, он может быть очень глубоко ошибочным, но вся прелесть нашей жизни в том, что какой бы выбор я ни сделал, меня одинаково будет продолжать любить Бог. И какую бы глупость бы я ни свалял, не понимая, что меня ждет впереди, я знаю, что Бог максимально сделал все, чтобы эту глупость исправить. Если я только буду немножко чуть-чуть, буду чуть-чуть настроенным на то, чтобы быть восприимчивым к этим исправлениям Божиим. И вот мне кажется, что у нас есть такое представление о воле Божией как в неком лабиринте сложной задачи, которую надо решить. И вот мы постоянно утыкаемся в то, что задача нерешаема, но все-таки, наверное, жизнь человека в церкви, прежде всего, жизнь верующего человека, это жизнь резонансная. То есть перед нами стоит определенная цель, а вот как мы ее достигнем, это и есть наша жизнь. Нет у Бога никакого нарисованного проекта моей конфигурации жизни. Это я создаю этот проект, это моя конфигурация жизни, и Бог стоит рядышком и просто очень внимательно смотрит, и как любящий отец только чуть-чуть иногда дает пинка, иногда за ухом почешет, иногда подтолкнет, иногда какое-то поставит препятствие передо мною, но он никогда не будет взваливать меня на плечи и идти вместо меня тот самый путь, который я должен пройти своими ногами. Я своим студентам обычно привожу такой пример. Вот представьте себе, кто такой правильный родитель. Это не тот родитель, который решит, что мой ребенок будет профессиональным музыкантом и отдаст его учиться скрипке. Это тот, который раскроет перед ребенком максимально широкую палитру всех возможностей, разложит и акварель, и карандаш, и посты, и краски и так далее, и так далее, дистанцируется от него и посмотрит, чем будет заниматься. И вот то, что будет у него получаться лучше всего, то, в чем он вдруг начнет создавать самого себя, максимально реализовывать, выражать самого себя и через это делание делать самого себя, он поможет на этом сконцентрировать свое внимание. Но он никогда не будет свое видение жизни этого ребенка ему навязывать. Вот не могу не поделиться, но буквально на прошлой неделе, чуть раньше, на православии.ру была опубликована потрясающая статья. Такие статьи настолько редко появляются в нашем пространстве информационном, православном, она называется статья одного по-моему греческого, хотя переведена с болгарского, архимандрит, называется «Оставьте ребенка в покое». Я думаю, вы читали. Это потрясающая статья. Вот у меня желание распечатать ее, просто расклеить по стенам храма, так чтобы всякий входящий в храм ее видел, читал и на самом деле понимал, что православная духовность, она здесь, она именно здесь. Простите. У меня вопрос к отцу Алексею, но сначала можно такое маленькое отступление. Однажды я пришла к Владыке за благословением с таким, сейчас я понимаю, очень незначительным, на что Владыка мне ответил. Благословляю принять решение самой и нести ответственность за свой поступок. И потом, и как бы и потом пожертвовать, принимать решение самой и нести ответственность за свои поступки. И потом удалось с Владыкой поговорить, то есть он стал говорить о духовной инфантильности. И у меня вопрос к вам. Вот в нынешней, в нынешней нашей церкви, в нашей реальной жизни и у нас в Москве нет, к сожалению, Владыки. Некому прибежать, некому приехать и вот какие-то вопросы. Если сейчас, как бы правильно задать вопрос, я волнуюсь и немножко теряюсь, есть ли какое-то или осмысление, или какая-то динамика на развитии и понимание вот этих глубин. Я могу быть неточной, вот вопрос, может быть, вы поймете, о чем я. То есть вот на конкретных приходах, как позиция церкви, что все-таки вот поднимать, поднимать, ну поднимать с коленей, то есть что вот не должно быть вот этого, ну какого-то, простите, холопского. Мне однажды в России сказали, что я не похожа на православную после Владыки. Меня это повергло вот какое-то, а потом я поняла, что есть у нас вот что-то такое, знаете, на грани холопского, чтобы сжатые плечи, обязательно какие-нибудь засаленные волосы, я утрирую, я утрирую, и вот, вот может быть вы ну как-то вот уловите, о чем я. Вот меня это очень волнует, а выразить до конца из-за волнения не очень, не очень удается. Простите, что Сумбовна, но вот. Я попробую, но мне кажется, что все-таки в большинстве своем вот этот период засаленных волос и опущенных глаз и длинных юбок и черных платков мы постепенно все-таки преодолели. Ну, по крайней мере, речь идет о Москве, речь идет о Москве, речь идет о Москве. Мы говорим о Москве и в Москве этот период, который начинался вот именно так, как-то, и все, так сказать, хором думали, что православие должно иметь свой такой вот внешний вид, оно как-то все-таки отошло на второй план и может быть вообще прошло. И это связано, по-моему, с тем, что в Москве и не только в Москве, надо сказать, но в Москве особенно все-таки существует общинная жизнь. И все больше и больше приходов в Москве, особенно в центральные приходы Москвы, существуют именно как общины. именно как общины, именно как общины евхаристические, именно как те самые евхаристические общины, о которых и говорил владыка Антоний. Он говорил как церкви, как о евхаристической общине. У него есть прекрасная совершенно вот эта вот лекция замечательная, церковь, как евхаристическая община. Она совершенно актуальна, вот это богословие общин владыки Антония. Вот абсолютно сегодняшняя, главная такая вот особенная острая точка жизни церкви. И такие общины, они возникают, в общем, каким-то нормальным, естественным образом. Понятно, что сегодня есть такая востребованность и в церкви, об этом говорит свящий патриарх, чтобы все храмы становились приходскими общинами. Но сверху это никак невозможно. То есть это невозможно, так сказать, сконструировать. Это может быть только родиться изнутри. Как это и рождается. И вот эти приходские общины, они немногочисленные, конечно. Они не сравнимы с общинами больших кафедральных соборов. В общем, и общин-то нет, но есть много людей, которые присутствуют во время богослужения, скажем так. В таких общинах людей значительно меньше. Но зато они все причащаются. А так как они начинают все причащаться, для них вот эти богословские вопросы, о которых отец Павел Север сказал, становятся актуальны их внутренней жизнью. Это значит, что община живет богословским настроем, богословским пониманием своего места в церкви. А вместе с этим, ну, и рождается постепенно, понемножку. Не везде, но тем не менее. И отношение друг к другу совсем иное. Вот мне сегодня тоже пришлось напомнить на вот этом собрании нашем с молодыми, ну, не очень по возрасту молодыми, но по хератонии и архиереями. Когда мы тоже обсуждали момент с причастием, и они были правы, когда говорили, что это очень глубокое личное, внутреннее дело человека, вот это причастие. Но говорили только вот в этом контексте. И именно поэтому необходима такая-то подготовка, такое-то говение, такие-то вот вещи, потому что это такое серьезное личное дело. И это, без сомнения, так. Встреча со Христом – это самое главное личное дело каждого человека. Но тем не менее, мы не можем не слышать этих слов, которые говорят, что всех же нас от единого хлеба и чаши сия причащающихся соедини друг к другу во единого духа святаго причастия. И вот это вот понимание церкви как общины, как того, что все друг с другом родные, все друг другу уже не чужие, все друг другу дороги, все друг без друга не могут, оно и дает возможность все-таки свободе внутренней какой-то, и ответственности очень большой, и выхода церкви за пределы ее ограды, потому что оказывается, что не только те тебе родные, которые внутри храм, но и те, которые вне храма, они тоже не могут быть тебе чужими. Мне кажется, вот это вот богословие Владыки Антонио, оно вот развивается сегодня вот в этой общинности, если я правильно понял ваш вопрос. Спасибо, Виктор Сударков. Если можно, совсем простой вопрос. Как вы считаете, каково будущее восприятия наследия Владыки, будь то в Сурожской епархии, будь то в Русской Православной Церкви? Что мы будем... А кому этот вопрос задается? Кому вопрос? Ну, кто сможет? Ну, отец Алексей, например, вам. Я никогда не был в Сурожской епархии, поэтому я совершенно не могу представить. Тогда, наверное, Елене. Да, конечно, лучше Елене. Ну, я в Сурожской епархии, не живу с 98-го года, поэтому не могу ничего ответить на этот вопрос. Я там никогда не была после этого. Я знаю, что духовный чадо Владыки Антонио, те, которые имеют свои общины, они живут по тому уставу, который разрабатывал в течение 10 лет со своей общиной Владыка, и стараются, как могут. Конечно, нельзя ставить своей целью жить по Владыкиному, поскольку он предлагал жить по Евангелию. Здесь, кстати, вспоминается его цитату, часто приводимую святого Иоанна Златоустого, то, что если бы все книги Священного Писания исчезли, то христиане могли бы их написать сами своей жизнью. Вот, конечно, такую высокую планку трудно кому-то предъявлять, но открытость, ответственность и желание жить, устремляя свои глаза на Христа, такие общины действительно в Англии существуют. Ну, а что касается того, насколько это может быть продолжено, вы знаете, Юля недавно на правом мире опубликовала как раз статью об общинах, где она очень точное такое замечание, что стоит только священнику куда-то деться, перевели его в другой приход, или, не дай бог, что похуже, а у него община, да, и все. И общины больше нет. Все зависит от одного человека. Вот, есть человек, к нему община, что-то случилось, бах, и дальше ничего уже нет, не собрать. А вот с ладой к Антонием это не произошло. Вот, с нами действительно так может произойти, с каждым священником, с каждым наследелем храма. Мы многое-многое стараемся, делаем, что-то такое придумываем, общаемся с людьми, нам кажется, что все так хорошо, что-нибудь случается. И ты понимаешь, что вот так раз, и все, и никуда может уйти. Хотя люди остались людьми, и то, что заложилось, оно заложено, но община уже сама по себе может не существовать. А сегодня круг людей, почитающих и читающих, и вот слышащих владыку, он все-таки хранится. Вот, это определенный, стабильный, замечательный круг людей, которые, как уже я сам про себя сказал, которых владыка и их духовный отец. Как для меня. И вот это, несмотря на уход владыки, уже 10 лет его нет с нами, тем не менее, тем не менее, слава Богу, и замечательно, что вот его слово такое мощное, такое живое, что оно приносит свои плоды. Я просто одну фразу хочу дать. Я все-таки мрачнее смотрю на эти вещи. Мне кажется, что действительно, когда уходит пастырь, что-то завершается непоправимое. И ничто, никакие ученики этого не заменят. С одной стороны, это урок нам. Вот мы видим владыка Антония, и мы имеем дело уже с его образом, а не с ним. Может быть, с его присутствием мы чувствуем, вот здесь, с нами. Но то, что он строил, все-таки во многом держалось на нем. И урок простой. Мы должны ценить тех, с кем рядом живем. Мы должны понимать, что если их у нас отнимут, нам будет очень нехорошо. Да, мы потом попытаемся что-то понести куда-то дальше. Но вот, сидят священники, мы же ими не дорожим. Нет. Мы дорожим. Нет, мы, 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 вот они такие, мы запросто сидим рядом с замечательными священниками. Я думаю, что имеется в виду в том, что на самом деле, если священник попадает в какую-то сложную и достаточно для себя ситуацию, его достаточно сложно защитить, кому-либо. Об этом тоже Юля написала. Но я, все-таки, закончу, извините, отец Алексей. Мы должны, мне кажется, вот тех священников, которых Бог нам дал здесь и сейчас, ценить, потому что вот так же ценить и любить, как мы сейчас с задним числом ценим и любим Владуику Антонию. это первое. А второе, ну, наследие, конечно, тут проблема уже такая друг другого уровня. Рано или поздно настанет время, когда нужно будет пересказывать его книги. Потому что вырастет поколение, то есть издавать то, что записывалось и обрабатывалось по его словам, несомненно, комментировать, но это будет смещаться в академическую плоскость. Оттуда не уйдет огонь, но слова пообрякнули. Ну, это неизбежно. Материя, в том числе и словесная материя, гораздо вещь более зыбкая и быстро старящаяся, чем огненный дух. Тогда надо будет взять плоску другую и этот огонь в другой плоске понести дальше. Мы должны быть к этому уже сейчас готовы. И, может быть, как ни странно, для меня, я не знаю, могу иметь право, для меня внутренне, бывают местные чтимые святые, бывают личные чтимые святые. Я, ни на что не претендую, я почитаю владыку как святого, но мне кажется, что это рано или поздно станет и для местного почитания как минимум. И нужно будет жить и е, и надо над этим думать уже сейчас. И о том, как рассказать тем, кто не видел, для кого этот язык будет все более чужим. И про это нужно думать уже сейчас. Ничего не делай, но нужно готовиться. Это как ни странно, я могу сказать о том, что происходит сейчас в Сурской епархии, потому что буквально три месяца назад там был с докладом. Ни для кого не секрет, что ситуация была очень непростая после кончины митрополита Антония и еще до его кончины. Я не вижу проблемы немножко ее проговорить. Она заключалась в том, что русская православная церковь в том состоянии, в каком она находилась на большей части своей канонической территории, она далеко не во всем была согласна в своем большинстве с целым рядом утверждений и практик, которые существовали у митрополита Антония в Сурской епархии. И, в общем-то, этот конфликт был неизбежен. И вот мне вспоминается фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». Вы помните, что происходит с этими детьми, когда их отец погибает. Они сразу становятся взрослыми. И взрослыми очень по-разному. Так вот, когда митрополит Антоний ушел, всем пришлось стать быстро взрослыми. И став взрослыми, это вовсе не значит, что все стали хорошими взрослыми, правильными взрослыми. Что все те семена, которые были посеяны митрополитом Антонием, абсолютно одинаково взошли в тех, кто был рядом с ним, кто питался им, кто кормился им, когда эта пуповина оказалась перерезанной. Без всякого осуждения. И вот сейчас происходит удивительное движение. Мы видим, что из России идет движение навстречу традиции митрополиту Антонию. И это движение приходит в том числе и в Сурожскую епархию. И то крайнее напряжение, которое некогда существовало между теми, кто остался в лоне русской православной церкви и кто ушел за ее пределы, оно становится меньше и меньше. Это видно и по тем отношениям между людьми все-таки, в какой бы юрисдикции они ни находились, но прежде всего они христиане. Это видно и по тем темам, которые ежегодно затрагиваются в конференциях Сурожской епархии, которые все привязываются тем или иным образом к наследию митрополита Антония. И по другим многим и прямым и косвенным показателям этот процесс идет. Поэтому, отвечая на вопрос Виктора, какое будущее у наследия митрополита Антония в Сурожской епархии и в России, я могу ответить примерно так. Будущее примерно одинаковое и оно будет зависеть от того, чем будет жить церковь. А то, что происходит сейчас в церкви, вселяет большие надежды. Но будет ли это или не будет, зависит от каждого из нас. Естественно. Позвольте, Елена, в завершении вечера вот Александр действительно сказал о том, что уже сейчас нам всем необходимо думать о какой-то такой большой, объемной, подробной биографии митрополита Антония Сурожского. Вот не могли бы вы сказать, есть ли в фонде какие-то мысли на этот счет? Спасибо. Фонд специально не готовит биографии митрополита Антония. Я знаю, что в Англии доктор Аврил Пайман пишет биографию на английском языке. Но здесь хочется сказать две вещи. Во-первых, это то, что Владыка сам очень не любил всякие биографические факты. и когда рассказывал истории жизни, если покопаться в архивах, то это, в общем-то, истории, скажем так. И однажды ему пришло письмо с просьбой, ну, я думаю, что это не однажды, просто такое есть в архиве, написать автобиографию. На что Владыка категорически ответил, нет, я этого не буду делать, я хочу исчезнуть. Но здесь понятно, что он не хочет исчезнуть как человек, чтобы взгляд на нем не останавливался, но, конечно, не его труды. И второе, что мне хотелось сказать по этому поводу, это вспомнить. Однажды был такой эпизод, когда он попросил меня помочь ему зажечь лампады в соборе, принимая группу англикан, ну, вот, так сказать проповедником в этой группе был мой директор департамента, поэтому. Ну, я там где-то за колонной тоже пряталась, пока он встречался с англиканами, и англиканы и подслушивала, о чем они разговаривают. Владыка провел по храму, естественно, показал иконы, мощи святого Стефана Сурожского, которые хранятся, деланы в икону, и у англикан, которые не почитают святых, тем более мощи, естественно, возник вопрос, а почему иконы, почему мощи, почему это важно, на что владыка повернулся к ним и сказал, конечно, не важно, вот, но мы люди, и поэтому для нас очень существенно, что именно в этом теле, в этом лице, в этом месте, в этот период под этим именем обитала благодать Божия. И дальше он привел такой пример, вот, например, был такой епископ Феофан Затворник, и я его всегда очень почитал, я с ним разговаривал, читал его книги, задавал его вопросы, а потом его канонизировали, и в наших отношениях ничего не изменилось. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо всем за такой прекрасный вечер, действительно, как сказала девушка, ощущение, как будто сам владыка находится с нами, безусловно, так и есть. Благодарим вас и напоминаем, что фонд духовного наследия митрополита Антония Сурожского собирает всякую информацию, связанную с именем владыки. Напоминаю, что вы можете приобрести книги, о которых мы сейчас говорили, и будем надеяться, что у нас будет еще возможность встретиться, чтобы почтить памятью митрополита Антония Сурожского. Спасибо. Простите, пожалуйста, пользуясь, что я тут рядом с микрофоном, позвольте сделать объявление, что 30 октября в доме русского зарубежья в 19 часов планируется очередной семинар после дам конференции международной, проходившей в сентябре, а радио Радонеж передает доклады с этого семинара, с некоторой регулярностью, которую я, к сожалению, не знаю, но вы в интернете на сайте радио можете эти доклады прослушать. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова